приветствуем вас друзья на первом выпуске видео журнала клинок сегодня с вами в студии леонид представитель клинка и дмитрий представитель канала hobby knife дима и ксюша и сегодня мы с вами будем говорить о тактической кухне особенно говоря у нас на рассмотрении разные заточные системы в том числе та самая до точилка муравей как вы должно быть знаете валерий ермаков организовал небольшую мастерскую по производству ножей муравей в далеком 2010 году и ножи валерия они такие же надежные как он сам мы с вами произведем заточку ножей используя разные способы возьмем некий апексоид вот дальше ручная заточка у нас с вами будет вот на разных абразивах и с помощью точилки муравей она у нас будет сражаться с этими остальными видами заточки в ролях сегодня четыре ножа вот известного бренда кизляр supreme ножи сделаны из стали 420 хай карбон вот сталь весьма неплохая и многие производители выжимают из нее все по максимум показывает она себя очень хорошо итак друзья у нас с вами четыре ножа три из них абсолютно тупые ну как видите совсем все печально капитальный до капитально так 2 ну то же самое это те самые ножи которые мы тупили на конкурсе я так понимаю да но это вообще на конкурсе заточки это те которые не удалось заточить нашим конкурсантовый нож отдельно друзьям хочется кое-что сказать о ручных точилках вот подобного типа где в качестве абразива используются сильно закаленные пластины под углом ну почти 45 градусов да друзья вот эти точилками никогда не пользуйтесь почему при правильной заточки да мы с вами точим ножи поперек режущей кромки то есть вот так таким образом заусенцы до борозды на металле остаются вот такого типа то есть на режущей кромки да вот такие заусенцы если мы точим точилкой вот такой продольного типа дам продольного то заусенцы вот эти борозды на клинке будут вот в таком положении вдоль режущей кромки это неправильно по факту срезает просто режущую кромку это желку бы хорошо бы просто выкинуть помойку если она попала в принципе к вам в руки да даже случайно вам наверное тоже интересно зачем я держу в руках вот эту гармошку она очень хорошо иллюстрирует как ведет себя режущая кромка с продольными и поперечными вот этими вот полосами про бороздами от абразива вот вариант когда мы точим нож кромкой поперек до абразива вот наши борозды и при нагрузке на эту режущую кромку смотрите что происходит она легко выдерживает да если мы будем точить вот такой продольной точилкой то сами понимаете друзья что будет происходить да то же самое происходит с кромкой на ноже вот поэтому друзья точим только поперек вот а эту точилку мы с вами демонстративно выкидываем ведро на ведро и так леонид что ты выберешь для того чтобы заточить один из наших ножей но я бы наверно а пиксу иди бы поточил а мы будем до упора точить думаю до заусенка что потом можно было поправить и проверить вот можете обратить внимание как надо точить вручную те кто у нас поучаствовать в конкурсе по заточке на следующем клинке которая состоится у нас в апреле то вот это видео может быть как наглядное пособие единственно что друзья надо очень точно держать руку соблюдать вот этот самый угол этот нож в очень печальном состоянии поэтому на него конечно придется потратить больше времени и абразив вот для начала взять погрубее не не реклама точилки профиль не реклама но точилка профиль было бы повеселее итак черед точилки муравей это друзья по моему это уже второе поколение точилки карбаться до реинкарнация точилки она стала более удобной принцип такой же в общем то как у апексоиды только в зеркальном отражении да вот да получается что-то среди между апексоидом и ручной заточкой да грубо говоря ручная заточка с выставленным углом то есть не надо держать получается угол самому правил до угол саму держать и на сейчас мы проверим угол на которую нас выставлен выставлена наша точилка значит для этого мы воспользуемся простейшим угломером так выставляем 0 итак посмотрите в чем особенность точилки муравей как вы видите нож примагничивается да это скорее всего неодим неодимовые магнитики вот довольно таки мощные да они довольно мощные то есть вот ставите то есть вот какая сила сила присасывания до магнита то есть держится очень надежно два болта сверху и снизу очень с удобными барашками значит позволяют зафиксировать нож при наличии на обухе каких-либо выемок до чтобы кромка была примерно параллельно срезал самой пластины да а вот вот этот вот опорный штифт тоже с удобными барашками вот он легко позволяет выставить угол до регулируя высоту от положения задней части точилки и в чем вот эта особенность в том что если вы вдруг захотите завалить угол до нажмете до нажмете на клинок чуть сильнее он просто отлипнет от точилки до этого от магнита и ляжет на абразив вот поэтому точить нужно относительно нежно соблюдая вот этот угол еще можно до соблюдать заводской угол до заводской угол ну да если нету цели его изменить под свои нужды потому что все таки под разный рез и у каждого свои все таки предпочтение угла существует 22 но ношу данном случае лег кромкой прямо на получается что заводская изначальная заточка у него 45 градусов это очень много кстати да это много ну да 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 точно перетачивать конечно не будем потому что да мы полностью перетачивать не будем да задача росту вывести именно кромку бы еще чуть-чуть вот друзья техника такая опорный вот этот штифт он скользит вдоль абразива да и но что что вот как и задумано поперек режущей кромки что является несомненным плюсом подобной конструкции то что вот такую плоскость в общем то можно найти почти повсюду я тебя попробую первый раз то есть а кончик крома кончик мы потом выставим до его отдельно до отдельно выставим да потому что там где-то секе закругление но в принципе да имеет место быть хотя в принципе кончик тоже можно вот как раз и получилось надавил посильнее да и он начинает сразу играть то есть давить сильно не надо получается надо держать крепко как птичку в принципе ничего сложного расскажем так когда стреляно нау 김ке нам марта румишет да получается то есть принципе все то же самое току от себя да да все то же самое только от себя наверноеient заточился уже нож у между до базой доштовит довольно легко müsst Кстати, из нее делали раньше клинки для джентльменов. И вот что у нас получилось после муравья. Да великолепно. Да, все отлично. В принципе, вот мы точили вручную, да? Да, это вручную. И тоже заточили, времени было у нас немного. То есть до 15 тысяч гритмом выводить, конечно, на Женю. А это точили на апексоиде. Ну, похуже, кстати. Похуже, чуть-чуть получилось. Господа любители острова, мы с вами заточили наши клинки, да, изначально тупые, с помощью точилки муравей, с помощью ручной заточки и с помощью апексоида. А теперь, мы с вами проверим их в деле. Проведем небольшой экспресс-тест заточки. Итак, небольшой экспресс-тест заточки. Есть нечего, будем грызть бамбук. Ну, с куска как-то неприлично все-таки, да? Так что, отруби-ка мне, Дима, кусочек бамбука. Ну, режет. Вот это то, что заточили, в принципе, на муравье. Нож, я так понимаю, да? В принципе, режут. У нас бумажка кончилась. Рекомендуем для похода в бамбуковые леса. Этот, да, был заточен на апексоиде, но он похуже изначально показал, честно говоря. А этот, Дима, вручную выточил. О, врезается получше. Вгрызается? Ну, да. Я, честно говоря, сомневаюсь, что вы найдете в лесах средней полосы, конечно, бамбук. Но, тем не менее, бамбук очень хорошо. Он очень плотный и достаточно хорошо показывает, вообще, в принципе, остроту ножа. Если уж бамбук отрезали, то березку срезать точно сможете. Немножко о муравьях. Есть такой муравей, называется листорез. Он поднимает 56. Таких, как он. Вот он, наверное, как Валера Ермаков. Мощный, да? И такие же изделия у самого Валера. Простые, мощные и надежные. И, как вы видели, освоение. Заточки на точилке муравей не представляет особой сложности. В принципе, все понятно. Да, все понятно. Немножко приноровиться. И гораздо проще, чем точить вручную. Потому что, все-таки, не надо стараться удержать угол. Да, абсолютно верно. Такая легкая халява. Даже ваши дамы могут, в принципе, совершенно спокойно, при всей своей нелюбви к заточке, в ваше отсутствие, взять и наточить. Да, за 5-10 минут поправить любой свой нож и продолжать свою работу на кухне, готовя вам, например, ужин. Посмотрите, какой компактный размер. В сравнении с апексоидом или хотя бы бруском. Вот что вам нужно. Брусочек нужен, да, все-таки брусочек нужен. Брусочек, да. Вот что вам нужно. Все. Вся ваша заточная система у вас в кармане. Поэтому очень рекомендуем. Особенно тем, кто любит заниматься своими клинками сам, да, и любит клинки. Очень рекомендуем, друзья, и эти ножи, и особенности вот этой точилки. К ее достоинствам относятся простота использования и компактность. И простота освоения, первую очередь. И освоение, да. То, что человек, который, в принципе, может быть к апексоиду, не сразу, может, привыкнет, например, даже. Да, да, да. И вручную точить вообще тяжело довольно-таки. Всем это надо набить руку. То, в принципе, муравей позволяет достаточно быстро его освоить без проблем. Итак, друзья, оставайтесь с нами. Подписывайтесь на канал Клинка. Вот. И у нас будет очень много еще интересных обзоров ножей, обзоров сопутствующих, да, сопутствующего оборудования, да, для их обслуживания. Вот. И много интересных тестов. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...